Электроводная система Электровоз ВЛ-80К, оборудованный полупроводниковыми выпрямительными установками, предназначен для вождения грузовых поездов на наиболее тяжелых участках железных дорог, электрифицированных на переменном токе. Электровоз состоит из двух одинаковых четырехмоторных секций. Электрические схемы и оборудование секций одинаковы. Электровоз ВЛ-80К имеет четыре несвязанные между собой двухосные тележки. Сила тяги часового режима равна 45100 килограммам. Эту силу тяги создают восемь тяговых двигателей. Суммарная часовой мощностью 6520 киловатт. Сцепной вес электровоза 184 тонны. Скорость часового режима 51,6 километров в час. Как видите, по техническим данным, это самый мощный в мире локомотив. Электровоз ВЛ-80К имеет ряд конструктивных особенностей, как в механической, так и в электрической части. К механической части электровоза относятся кузов и тележки. Каждая двухосная тележка состоит из рамы, колесных пар, буксовых узлов, рессорного подвешивания, подвесок тяговых двигателей и рычажно-тормозной системы. Рама тележки состоит из двух продольных боковин, двух концевых брусьев и одного шкворневого бруса. Боковины в средней части имеют более развитое сечение, так как здесь действуют наибольшие нагрузки. Сечение боковин коробчатое. Боковины насаживаются на цапфы шкворневого бруса. Концевые брусья также коробчатого сечения. Все брусья рамы соединяются с боковинами сваркой. После сварки раму тележки подвергают термической, а затем механической обработке. К нижним листам каждой боковины приварены два малых и два больших кронштейна. Они образуют буксовый проем. К нижним листам этот кронштейн служит для крепления гидравлического амортизатора. В средней части боковины к ее верхнему листу приваривают накладки под скользящую плиту боковой опоры. Наиболее сложный элемент рамы шкворневый брус. В средней его части находится коническое углубление шаровой связи. Через него пройдет шкворень рамы кузова. К коробке шаровой связи приварено возвращающее устройство. Эти проушины предназначены для подвески тяговых двигателей. К шкворневому брусу приварены площадки для тормозных цилиндров. К середине переднего бруса приварена накладка под ролик противоразгрузочного устройства. Колесные пары и зубчатая передача такие же, как на электровозе ВЛ-60. На оси колесной пары устанавливается тяговый двигатель с помощью моторно-осевых подшипников. От тягового двигателя колесная пара получает вращение через зубчатые передачи. Для удержания смазки и защиты от повреждений каждая зубчатая передача закрывается кожухом. Кожух сделан из стеклопластика и его части соединены болтами. В электровозе ВЛ-80К применена опорно-осевая подвеска тяговых двигателей. Двигатель одной стороной с помощью подшипников опирается на ось колесной пары. Другая сторона двигателя упруго соединена со шкворневым брусом при помощи люличного устройства. Люличное устройство состоит из подвески, шарнирно-соединенные со шкворневой балкой, нижнего и верхнего дисков и двух резиновых шайб, между которыми находится кронштейн тягового двигателя. Все элементы устройства стягиваются на подвеске гайкой. Усилия от кронштейна передаются через шайбы на нижний, или верхний диск и через них на подвеску. Это позволяет двигателю перемещаться в вертикальном направлении и относительно оси колесной пары. Точки подвешивания двигателей обращены в одну сторону к середине тележки. Такое расположение двигателей обеспечивает более спокойный ход, уменьшает динамическое воздействие на путь. На электровозах переменного тока впервые в отечественном локомотивостроении применен буксовый узел бесчелюстного типа. в каждой буксе установлено по два роликовых подшипника. Корпус буксы имеет внизу две серьги для крепления листовой рессоры. Буксовые направляющие заменены поводками. Одним своим шарниром они крепятся на приливах корпуса буксы, а другим на кронштейнах рамы тележки. Шарниры поводков состоят из стальных валиков и втулок, между которыми находится резиновая втулка. В торцах ставят металлические шайбы. Под них закладывают резинометаллические шайбы. Буксы упруго перемещаются как в осевом, так и в вертикальном направлении. Бесчелюстные буксы удобны и надежны в эксплуатации. В электровозе ВЛ-80К применено двухступенчатое рессорное подвешивание. первая ступень размещена между буксами и рамой тележки. Вторая ступень находится между рамами тележки и кузова. О второй ступени рессорного подвешивания мы расскажем позже. первая ступень рессорного подвешивания состоит из двух упругих элементов. Один из них листовая рессора подвешена на валике в проеме буксовой коробки. Другой упругий элемент цилиндрические пружины расположенные в крайних опорных точках каждой рессоры. Такая система рессорного подвешивания является несбалансированной. Каждая ось колесной пары имеет самостоятельное подвешивание. Рычажная тормозная система предусматривает двухстороннее нажатие колодок на бандажи колес. Тормозное усилие от штока цилиндра через балансиры и планки передается на подвески и далее через поперечины и тяги на тормозные колодки. Оттормаживание производит установкой ручки крана машиниста в положении отпуска. колонка ручного тормоза здесь такая же как в электровозе ВЛ-60. При торможении ручным тормозом усилие воздействует на рычаг и далее передается по системе как и при работе тормозного цилиндра. На случай буксования колесных пар электровоз оборудован системой пескоподачи. песок может подаваться двумя способами электропневматическим клапаном или ручным краном. При подаче песка электропневматическим клапаном сжатый воздух из питательной магистрали через разобщительный кран электропневматический и переключательный клапаны попадает в форсунки песочниц первой, третьей, пятой и седьмой колесных пар. При ручном управлении сжатый воздух подается только в форсунки первой колесной пары. Кузова обеих секций электровоза одинаковы. Кузов полуобтекаемой формы цельнометаллический с одной кабиной машиниста. Секции соединены между собой автосцепкой и сообщаются закрытой переходной площадкой. Основной элемент кузова рама. Она воспринимает все виды нагрузок. рама состоит из двух продольных балок, двух буферных брусьев с автосцепками и двух шкворневых балок со шкворнями. В балках установлены боковые опоры. две двутавровые балки предназначены под трансформатор. Стены кузова представляют собой каркасы, обшитые листовой сталью. Для большей жесткости обшивку делают гофрированной. в крыше устроены люки. Через них опускают оборудование электровоза. между наружной и внутренней обшивкой кабины машиниста укладывают пакеты теплой звукоизоляции. Это создает хорошие условия работы локомотивной бригады. А теперь посмотрим каким образом кузов устанавливается на тележке. Каждая секция электровоза имеет свою систему центральных опор шкворневого типа и боковых опор трения. Шкворневых опор в каждой секции две по одной на тележку. Шкворень рамы кузова свободно входит во втулку на которой запрессован шаровой шарнир. Шарнир находится в обойме связанные через упоры с упорными шайбами. Конец шкворня имеет поперечный разбег в направляющих балки 30 миллиметров. Это уменьшает боковое воздействие электровоза на путь. Наибольшее возвращающее усилие комплекта пружин 5500 килограммов. Все внутреннее пространство гнезда шкворня и возвращающего устройства заполняются маслом. Тяговые усилия каждой колесной пары через буксовые узлы передаются на рамы тележек и далее через центральные опоры на раму кузова. Эти усилия от шкворневых опор суммируются и создают тяговые усилия на автосцепке. Тормозные усилия также передаются через шкворневые опоры. Вертикальная нагрузка от кузова на тележки передается через боковые опоры трения. Таких опор в каждой секции четыре по две на каждую тележку. Рассмотрим устройство боковых опор. В шкворневую балку рамы кузова варены два литых стакана. К их буртам крепятся внутренние стаканы с фланцами. Эти стаканы опираются фланцами на пружины, установленные на площадке опорных стаканов. Опорные стаканы сферической поверхностью лежат на опоре, имеющей канавки для циркуляции масла. Развеску электровоза регулируют, подкладывая шайбы под опору. Опора установлена на накладке продольной балки рамы тележки и скользит по ней в масляной ванне. Полость смазки закрывается крышкой. Боковые опоры образуют вторую ступень рессорного подвешивания. Каждая пружина боковой опоры рассчитана на нормальную передачу усилий примерно 6400 килограммов. Колебания пружин, вызванные внешними силами, могут продолжаться длительное время. Для гашения вертикальных колебаний кузова параллельно пружинам боковых опор устанавливают гидравлические амортизаторы. Нижний конец амортизатора крепится к кронштейну боковины рамы тележки с помощью валика и резиновых втулок. Верхний конец таким же способом крепится к кронштейну рамы кузова. При колебании кузова относительно рамы тележки поршень амортизатора перегоняет масло через калиброванное отверстие и клапан. Масло, не успевая проходить через отверстие или клапан, останавливает поршень и гасит колебания кузова. Для выравнивания нагрузок на колесные пары при движении и для повышения использования сцепного веса применяют противоразгрузочное устройство. цилиндр цилиндр устройства закреплен на буферном брусе рамы кузова. Давление воздуха в цилиндре регулируется автоматически в зависимости от силы тока в цепи одного из тяговых двигателей. Как работает противоразгрузочное устройство? Шток цилиндра толкает коленчатый рычаг. Рычаг поворачивается в кронштейне и роликом давит на специальную планку, расположенную на переднем брусе рамы тележки, догружая ось, разгруженную в процессе движения. Всего на электровозе установлено четыре противоразгрузочных устройства. Из них одновременно работают только передние по ходу тележек. Задние в это время выключаются. Итак, противоразгрузочное устройство компенсирует динамическую разгрузку передних осей каждой секции, а двухступенчатое рессорное подвешивание и амортизаторы обеспечивают плавность хода электровоза. Оборудование и его расположение в кабинах машиниста электровоза ВЛ-60 и ВЛ-80К принципиально не отличаются. В кузове электровоза ВЛ-80К применена однокоридорная система расположения оборудования. В центре высоковольтной камеры размещен трансформатор с радиаторами для охлаждения масла и масляным насосом. На трансформаторе установлены переходные реакторы и групповой переключатель ступеней. По обе стороны от трансформатора расположены сглаживающие реакторы. Они заключены в короба. над реакторами установлены полупроводниковые выпрямители и осевые вентиляторы. В левой части высоковольтной камеры расположены первый блок силовых аппаратов, панели аппаратов номер один и номер три, центробежный вентилятор и фазорасщепитель. В правой части камеры размещены панели защиты выпрямительных устройств, блок мотор-компрессора, второй блок силовых аппаратов, панель аппаратов номер два. В торцевой части секции установлены второй центробежный вентилятор, мотор-компрессор для подъема пантографа и аккумуляторная батарея. В различных местах кузова смонтированы конденсаторы. Высоковольтная камера ограждена сетками. На крыше секции электровоза расположены пантограф, главный воздушный выключатель и высоковольтный разрядник, крышевой разъединитель, помехоподавляющий дроссель, антенна радиостанции и воздушные резервуары. В каждой секции электровоза по шесть вентиляторов. Два центробежных вентилятора засасывают воздух через жалюзи, фильтры и нагнетают его для охлаждения тяговых двигателей. Часть воздуха выбрасывается внутрь высоковольтной камеры. Четыре осевых вентилятора засасывают воздух через крышевые жалюзи, на охлаждение выпрямительных установок, сглаживающих реакторов и теплообменника силового трансформатора. и здесь часть воздуха выбрасывается внутрь кузова, создавая в нем избыточное давление. Вентиляционные устройства обеспечивают нормальную работу электрического оборудования. Об устройстве и работе электрического оборудования электровоза ВЛ-80К будет рассказано в следующем разделе фильма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok